Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, участники проекта. Два дня назад закончился 5-й пленум Центрального комитета Компартии. Очень много решений. 14-я пятилетка обсуждалась с плана до 2035 года. Но вот я бы хотел в рамках короткого ролика сосредоточить внимание на заявленной как новую политику экономическую Центрального комитета так называемая двойная циркуляция. Политика двойной циркуляции или двойного оборота. Речь идет о том, что Центральный комитет предлагает Китаю в новых условиях опираться не только на экспортные поставки, но и на внутренний рынок. Почему эта политика заявлена? Потому что общее мнение Центрального комитета сводится к тому, что больше Китай на внешний рынок опираться не сможет, как он делал это раньше. Почему? Потому что кризис мировой, это понимание выработанного Центрального комитета, это длительный мировой кризис и, соответственно, Китай будет выведен из поставок цепочек ведущих государств и, соответственно, не может поставлять свои товары на внешние рынки. Соответственно, родилась идея о том, что Китай должен опираться не только на внешние рынки, но и на внутренние. И в связи с этим очень большое удивление. А что, разве это новая политика? Кто изучает Китай достаточно давно, ни год, ни два, ни пять, ни десять, знает, что в 2008 году, во время очередного мирового кризиса, на самом деле это все тот же мировой кризис, который начался в 2000 году, так вот, в 2008 году правительство Китая уже опубликовало 10 мер по стимулированию внутреннего спроса из-за сокращения спроса внешнего. То есть, ничего тут нового особенно нету, но вопрос возникает, а почему тогда Центральный комитет придумывает новое название для старых, соответственно, методов работы? Очевиден ответ. Те меры, которые были приняты в 2008 году и осуществлялись в 12 лет, не привели к росту внутреннего потребления, который бы мог заместить внешнее. Это очень странно, потому что вот если мы посмотрим итоги этой политики, которая была принята прежним руководством Китая, связанным с Соединенными Штатами, Худзиньтао и Вэньзябао, мы увидим, что в конечном счете политика стимулирования внутреннего потребления – это просто политика избыточной эмиссии, то есть масштабной эмиссии, масштабного кредитования корпораций и потребителей. Значит, что в Китае, к чему привела вот эта 12-летняя политика, если быть совсем точным? 10 мер по стимулированию расширения внутреннего потребления, ссылка под описанием на документ программный Вэньзябао, к чему она привела? Значит, Китай первым траншем 2008 года выделил 600 миллиардов долларов, это было пропорционально 13% ВВП Китая, это гораздо больше, чем тогда выделили США и Евросоюз, и выделили это в первую очередь, первая мера – это стимулирование девелоперского сектора, с которым очень тесно связаны так называемые комсомольцы, проамериканские, продемократические партии США, группировка в Китае. Так вот, стимулирование девелоперского сектора было первой меры, в основном деньги пошли туда, и в течение 12 лет Китай накачивал свою экономику кредитом. Но это прекрасная политика, почему бы не печатать деньги, если это так легко делается, создавать ценность из воздуха, но проблема в том, что на каждый напечатанный, на каждый процент роста ВВП приходилось 3% процентных пунктов роста долга. Глобально китайский ВВП рос примерно 9%, потом он скатился до 6%, а госдолг увеличивался, внутренний долг Китая, не государственный, а внутренний совокупный долг, увеличился по 20% ежегодно. То есть, и в конечном счете увеличился до 280% от всего ВВП. Ну, прекрасная схема, почему бы и дальше не печатать, пусть хоть бы и на процент роста приходилось бы и 5% роста внутреннего долга, и 10%. Вот Соединенные Штаты так активно делают, или там Япония, да. Но проблема в чем? Проблема в том, что если вы печатаете много денег, а экономика не растет, соответственно, в какой-то момент все эти деньги оборачиваются в потребительскую инфляцию, и они просто ничего не стоят. То есть, это инфляция, обесценивание денег, в конечном счете, чем это заканчивается, заканчивается, например, Тинянь-Мэнь, потому что народное недовольство на площадь Тинянь-Мэнь 389 года, а не интеллигенции, то есть, собственно, почему был народ недоволен, потому что был резкий скачок инфляции. Это вот социально-экономические проблемы, которые заканчиваются политическим коллапсом. Вот о чем идет речь. Сегодня эти деньги, вся эта избыточная эмиссия уходит в биржи, в рост бирж китайских, то есть, все, что дополнительно напечатано, накредитовано, уходит в акции, в стоимость акции. Но эта схема очень хороша до того момента, пока биржи не начинают падать, и люди не начинают уходить в кэш, в наличность или в деньги. Они начинают продавать свои акции, и тогда, когда акции начинают продавать, а население начинает скупать товары разной категории, там, да, дешевые для среднего класса и предметы роскоши, все просто растет в цене. Все это прекрасно работает до того момента, еще раз повторюсь, пока не стали падать биржи. Собственно говоря, вот опасность такой политики, и почему политика так называется, почему, собственно говоря, мы вновь стали говорить о старых вещах на новый лад, потому что политика не работает. И это очень странно, почему такое большое внимание внешним рынкам Китая уделяет, когда, по общему мнению китайских экономистов, внешняя торговля на нее приходится лишь 3% от ВВП. Это очень странно, зачем тогда вообще нам нужны эти заморские черти, да, эти янгуэйтс, да, они не нужны. Можно было бы все, например, производить для внутреннего рынка, это же удобно, зачем везти товар за океан, за тихие 3-9 земель, тратить на логистику, зачем тратить на пошлины, да, ввозные, зачем привыкать ко вкусу каких-то странных американцев, делать им пластиковые елки. Если можно, вот, например, производить какие-нибудь товары народного потребления для китайцев с их китайским вкусом и где нормы, регулирующие акты для рынка, они тебе понятны, да, то есть, конечно, гораздо проще производить для внутреннего рынка и зачем так вот сосредотачиваться на внешний. Ответ прост. Внешний рынок китайский не может потреблять такое количество товаров по такой цене, как потребляют Соединенные Штаты. И де-факто все предыдущие годы американская экономика занималась лишь тем, что датировала экономический рост Китая. В буквальном смысле через положительное сальдо внешней торговли, который получал Китай от торговли Соединенными Штатами и рынками Европы. Почему так происходит? Почему китайский внутренний рынок никогда не заработает? Почему эта политика закончится просто обвалом в конечном счете? Не обязательно это будет завтра, это будет послезавтра или через какое-то продолжительное время. И кончится это все гиперинфляцией. Почему Китай до сих пор не может опереться на внутренний рынок и почему это в принципе невозможно? Ответ очень прост. Китайская экономика нерентабельна по целому ряду факторов. Но один из основных факторов это очень низкая энергоэффективность китайской экономики. То есть китайцы тратят больше единиц труда, больше единиц энергии для производства одной единицы товара. И выгодно это производить только на экспорт, где за этот товар готовы платить столь любезно американцы, которые угробили собственную производственную базу при Обаме и, соответственно, восстанавливают ее сейчас уже не со столь любезным господином Трампом. Все это действовало по определенному, скажем так, пекинско-вашингтонскому консенсусу, договоренностям между демократической партией США и комсомолом. Эта схема больше не работает. То есть это нерентабельная экономика, это нерентабельная схема. Она больше не может быть датируема из Соединенных Штатов. И Китай, соответственно, ожидает спад. Спад в производстве частного сектора, нероботизированном. И запустить, грубо говоря, эту схему, хоть как-то компенсировать это, соответственно, падение, можно только увеличением технологической составляющей в производстве. То есть, по сути дела, избавиться от, в кавычках, дешевого китайского рабочего труда. Несколько не является дешевым, он очень затратен. И единственный метод, чтобы избавиться от него, это повальная автоматизация или роботизация промышленного производства. Способен ли на это Китай, способен ли Китай экономить энергию и вводить активно инновации? Это вопрос вообще отдельный. И вопрос, на который смотрят в Соединенных Штатах очень негативно. И блокирует ему технологическое, соответственно, развитие за счет американских технологий. Потому что глубокое изучение китайского неокра, так называемых R&D, показывает, что китайцы не способны с нуля создавать технологии. Они способны только модернизировать уже запущенные в массовое использование западные технологии. Способна ли Европа заместить своими технологиями китайские? Тоже неизвестно, но очевидно, что завтра не произойдет переход к внутреннему потреблению. Поскольку китайское производство нерентабельно с точки зрения потребления этого производства на внутреннем рынке. Отдельный вопрос это когда произойдет или вообще как скоро произойдет этот коллапс китайской экономики? Вопрос большой, но очевидно, что уже сейчас биржи достигли максимума. Китайская в целом, крупные игроки понимают, что происходит. Понимают, что даже если сейчас бросить все на развитие технологий, то это не произойдет одномоментно. Китая нету нескольких лет ожидать, когда произойдет смена парадигмы развития на внутреннем рынке. И вообще это вопрос неоднозначный, мягко говоря, и неочевидный. Сможет ли Китай производить такое количество высокотехнологичной продукции и потреблять ее на своем рынке. Но тем не менее, просто резюмируя то, что я сказал, на данный момент политика внутреннего потребления, стимулирования внутреннего спроса, внутреннего рынка, она провалилась за эти 12 лет. Она привела к росту внутреннего долга и потенциальной опасности гиперинфляции. Понятно, что внешние рынки без Европы не смогут удовлетворить весь экспорт китайского производства. Ни Россия, ни Иран, ни Ближний Восток, ни Африка не потребляют столько, сколько потребляют Соединенные Штаты и Евросоюз. И это же можно сказать и об Асиан, потому что в конечном счете Асиан потребляет за счет своего норма прибыли Асиан все равно находится на европейских и американских рынках. То есть очевидно, что в ближайшие несколько лет Китай столкнется с очень большой проблемой и будет закрывать ее дополнительно эмиссией. То есть стимулируя как раз вот эти факторы потребления. Но вероятно, что эмиссия она пойдет теперь не в руки девелоперов, она пойдет в руки каких-то других отраслей, которые связаны с Си Цзиньпином или с Шанхайской группой, которая тесно связана с технологическим сектором и сектором коммуникаций, в том числе транспортным. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Что по этому поводу думаете, сможет ли Китай преодолеть с опорой на собственные силы рецессию, получится ли у Китая запустить внутренний рынок, становитесь спонсором канала, поддерживайте, становитесь участником проекта. Спасибо.